Салем Семей 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 Семей Салем Семей Салем Семей 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 или общин, организаций, то это у нас будет хаос непосредственно. И на сегодняшний день есть ряд экстремических, террористических организаций, которые запрещены судом, допустим. Почему их именно запрещают? Хотелось бы отметить, что они несут деструктивный характер. То есть буддизм никто не запрещает? Нет, буддизм, допустим, если отмечать закон о религиозных деятельности и религиозных объединениях Республики Казахстан, который был утвержден в 2011 году, 11 октября, что говорится, что Республика Казахстана себя утверждает демократическим, правовым и светским государством. При этом уважает чувства, религии, национальные ценности других народов и отмечает, учитывает ислам ханафистского масхаба и христианство православного толка, учитывая роль, историю казахского народа. Понимаете? Они являются традиционными религиями для нашего общества. А если брать, допустим, буквально таблии «Жамарат» организации религиозно-исламского толка, в 2013 году с Аракийским судом оно было запрещено, потому что оно несло вред в общество, именно семейные ценности. Буквально люди уходили, бросали свои семьи, детей. Это угроза обществу. Деструктивный характер. Да, деструктивный характер. Поэтому государством на основании какого-либо суда оно запрещается. Я так понимаю, изначально это было запрещено на международном каком-то уровне, а наше государство уже потом поддержало эти международные соглашения. Или мы отдельно от всех, просто зная деструктивный характер данного религиозного течения, на основании каких-то своих данных посчитали, что в нашем государстве этим религиозным течением не место. Ну, различные ситуации бывают. Действительно, большинство, если их всех общебратьев, 27 запрещенных религиозных организаций, именно исламского толка, я так скажу, в том числе, допустим, и ДАИШ, они на мировом где-то образе, и где-то как, учитывая, что у нас свое государство, оно у нас имеет свою конституцию, есть своя территория географическая, допустим, конечно, оно само может решить, если действительно оно несет ущерб нашим традициям исконным, нашим обществу. Допустим, если брать другой регион, страну, допустим, оно для какого-то государства, оно может и приемлемо является, то для нашего общества оно является деструктивным характером. Я бы так могу выделить. А как обезопасить себя? То есть, вот я знаю, что несмотря на то, что здесь действует какой-то запрет, да, на различные организации, не только исламского направления, но здесь и христианского направления, есть ряд организаций, которые запрещены. В чем проявляется этот запрет, да, то есть, чего нельзя делать, допустим, вообще религиозным организациям, я так полагаю, не только запрещенным, но и вообще религиозным организациям. И как обратить на это внимание наших зрителей, наших жителей города, то есть, если они вдруг сталкиваются в открытую с пропагандой или еще с чем-то, да, это же тоже запрещено, насколько я знаю. Можно, да? Да, конечно. Можно на казахском. Да, как вам удобно. Но, да, да, Продолжение следует... 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 и уже для реализации технических товаров, предметов уже разрешается. Вопрос такой. Вот один ученый на Западе как-то сказал, что, сейчас не помню имя, что наличие различных религиозных течений характеризует уровень социальной государства. То есть, чем больше таких вот религиозных течений, в которые попадают различные люди, не только молодежь, но и там старики, ведь обычно туда идут кто, кому не очень хорошо живется. То есть, они ищут какой-то выход для себя. У нас в 90-е годы был идол, да, был идол, это советская власть, которая все за нас решала и направляла, да, наш Ленин, вождь там, Сталин и так далее. Ее свергли, осталось пустое место. У человека не должно быть этого пустого места, там должен быть кто-то или что-то, к чему он поклоняется, какие-то высшие силы. И тут пошло вот это вот шатание и разброд. Кто-то вернулся в лоно своей национальной религии, да, кто-то начал искать новое. Появляться стали новые, в том числе и деструктивные виды религиозных течений. Вот вам не кажется, что наличие подобных вот религиозных организаций является своеобразной лакмусовой бумажкой? То есть, что значит, что-то в государстве не то. Значит, надо что-то менять, как-то социальную сферу улучшать или что-то. То есть, не запрещать их, а может быть, сделать уклон по работе с населением, может быть, как-то рабочие места, зарплату повысить, пенсии. Или все-таки ваш отдел занимается непосредственно работой, легче предупредить, чем потом лечить, как говорится. Что, понимаешь? Да, конечно. Но я бы здесь не согласен, что если множество религиозных каких-то течений, значит, необходимо в обществе менять или, допустим. Дело в том, что религиозные объединения любые, они проходят регистрацию. В органах юстиции, если в министерстве юстиции и местных спонтантов. Они на устав, на экспертизу литератур, которой они занимаются, на доктрину. Если проходят они ряд процедур, то они существуют. Главное, чтобы данное религиозное объединение не несло ущерб и деструктивщину. Я просто, знаете, как-то... Ну, это не сейчас. Сейчас, конечно, уже таких религиозных ярких пропаганд я не вижу ни на улице, нигде. И, честно говоря, и течение этих, по-моему, все меньше и меньше становится со временем. А вот в 2000-х годах, когда только-только государство становилось, это все было открыто. То есть ходили по домам, не хотите ли вы поговорить о Боге, очень часто говорили. И когда вот ко мне пришли в очередной раз, я сам, как бы, выпускник филологического факультета, мы проходили истории мировых религий, и когда один из них спросил, а хотите ли вы поговорить о Боге, ну, давайте я вам расскажу, что вам непонятно. Он говорит, а почему? Я говорю, ну, вот я так и так, я и буддизм, и ислам, и все проходил, и течения запрещенные, и не запрещенные, то есть все ответвления. У нас целый год был курс этот. А можно я к вам следующее воскресенье придумать, сказал? Он привел какого-то человека, который якобы более сведущий. Водней ситуации. Да, и меня пригласили, значит, на их какой-то форум, я не помню даже, что там за течение какое-то было. Меня поразило то, что независимо от нации, то есть, ну, вот как-то все-таки больше, я вот заметил, да, вот национальность, она играет роль и религиозную, то есть здесь вот, ну, исконно, как было приятно. Исторически, можно сказать. Исторически. Здесь вот эти новые какие-то течения, они не только молодежь, там были и старики, и пожилого возраста люди, да, как им удается вот затащить в... Хотя те, вот, как говорится, чем старше человек, тем сильнее он лбом пол пробивает, да, в поклонах и в молитве. А здесь наоборот, вот каким-то образом удается затягивать... Обычно же молодежь у нас слабо поддается, сильно поддается влиянию, а здесь и старики. И какое влияние они могут оказать на людей, на этих? Как вот обезопасить себя? Через что это влияние идет? Ну, биржаннан елд. Сырагангызгар, халайгул жакка, жаннага, байш-жэскэнда, алдамбхалар, саганжообберегитеге. Жаннаги, жас-сармян катарлас, люкендер, пенсияжасындах, апаталармзэссэндах, биржанген, жас-сарды, жаннага, жаннага, тудкан алюмитты жэля архала. Алдаварбайты көп, жағдайда, өте тәжірбелі психо-полк келет, жаннага алюмитты жэля архала. Джеке парақшаларын қарайд, кәсіргтанда джеке парақшада, өте көв ақпарат бар. Инстаграм, ВКонтакт, Фейсбук жэлядер на асақта, яғни, өзіңңғыр, априділені, анықталан анкетамыз бар. Это тоже Вами контролируется? Ну, не только Вами. Мониторинг делается, да? Мониторинг делается, да. Хорошо. Есть определенная анкета, в которой мы указываем фамилии, имя, отчество, код рождения, иногда про родственников, про семейное положение, где работаем. Вот эти все данные берутся оттуда. Дальше про... Которые домой приходят. Ну, сейчас уже, слава богу, давно не ходят, да. Есть факты, встречайся. На остановке я как-то так вот встретил. Домой тоже приходит, да, не так активно, как раньше, но есть факты. В основном предлагают всякого рода лечения для взрослых. Разные для всех болезней. И лечат разными способами. Предлагают, это один из способов. Дальше предлагают, возможно, финансовые деньги могут предложить, всякого рода помощь могут предложить. И вот с таким способом они вербуют, приглашают куда-то. Поначалу может приглашать на какой-то семинар тренинг, на какие-то собрания, может, на специальные курсы, курсы английского и так далее. Ну, всякого рода, кому, что интересного. Семья каласында? Арене, жалпы. Оқы орындар, оқы орындар, оқы орындар, оқы орындар жәнеге, мектеп болсын, орта білім, берет меккемезар болсын, жоғар оқы орындар болсын, арнайы жоспарға сайкез, күнділікті, күнділікті, ақпарат қысын дұры жұмыслары жүргіздейд. Жоспардан бөлікті, оқы орындарды, арнайы сұрақтар тұғындаса, әріңіздейді. Бывали ли случаи, когда обращались с родственники, с просьбой помочь, как-то вытащить своего родственника, да, из этих религиозных течений? Да, такие факты были, я думаю, это очень правильно, что народ обращается, это были как и через социальные сети, в дайрект писали. Были моменты, когда мы проводили информационную группу с коллективами или с предпринимателями, и кто-то из родителей говорил, а вот вы сказали, вот я проследился, смотрю, мой ребенок так же от общества где-то отделился, большую часть проводится в социальных сетях, где-то с нами не согласен. Вот по каким-то, которые мы проводим беседу, я объясняю, как выделить ребенка или человека, который уже попал в ряд деструктивных организаций, да, они для себя делают анализ и обращаются, вот как быть, вот мой ребенок всю ночь сидит в социальных сетях, с кем-то общается, начал раздраженным быть, со сверстниками общий язык потерял, это одни из первых признаков, когда человек начинает уделяться, ему там хорошо с кем-то, который его как бы понимает. И вот, да, вот именно обращаемся, мы уже помогаем, находим психологов, где-то есть необходимый, нужен теолог, допустим, есть специальные органы, организации, заинтересованные, допустим, и уже предоставляется, это, конечно, анонимно, потому что действительно человек иногда не хочет делиться своими проблемами, что пока мы это учитываем и помогаем. Да, мы ему помогаем, если необходимы какие-то теологические, есть центры связанных проблем религии, допустим, да, в городе у нас, там есть теологи, психологи, допустим, мы работаем все сообщащие, все заинтересованные органы и правоохранительные в целом. Я, насколько я знаю, вы и с религиозными организациями, честно, тоже сотрудничаете? Да, 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 не только с государственными органами, и с религиозными организациями. А если вдруг наши зрители станут свидетелями чего-то подобного, то есть это какой-то агитации в социальных сетях, или к домой, не дай бог, придут сагитировать, посетить какое-нибудь собрание, куда обратиться можно и нужно? Да, 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 да. Вопрос в том, что на ваш взгляд, самая уязвимая часть населения социальная, которая подвержена возможности, насколько я знаю, помимо студенческой молодежи, еще и в местах заключения агитация идет очень активная. Вот как с этим у нас обстоят дела сейчас, потому что буквально два или три года назад у нас был эфир тоже посвящен на этой теме, тогда еще заместитель Акима нынешний, он как раз руководил отделом, он пригласил священника и имама, и мы беседовали, и там был этот вопрос, что именно в местах заключения очень часто и очень усиленно идет пропаганда, не только деструктивных, но и вообще каких-то левых течений, так скажем. Ну я бы не сказал, что прямо каких-то левых течений, конечно. Да, пропаганда идет в данных местах, допустим, и со стороны государства тоже проводится работа непосредственно. Допустим, необходимо учитывать, что на воле, что в учреждениях столь отдаленных, допустим, да, можно так сказать, в исправительных учреждениях, религиозные и нерелигиозные люди, они равны. Он кажется иметь права. И допустим, там, как правило, вообще любой человек приходит к той или иной религии, когда он уязвим социологически или психологически. Если брать данное учреждение, конечно, там психологический человек является уязвимым, и он находит свою нишу. Шансов больше, да? То есть, тот заключенный, находящийся в этом учреждении, не попал в каких-либо деструктивных именно течений, организации, он описает. И государство предоставляет только возможности, предоставляет возможности теологов. Допустим, если они замечают, кто-то из осужденных тоже был, ну я так скажу, завербован, да, именно деструктивное течение, есть внутри организации, в плане администрации, которые информируют компетентные органы, и те выделяют теолога, чтобы данный гражданин, находящийся в этом учреждении, пересмотрел взгляды, чтобы у него был шанс проанализировать и понять, что такое белое и что такое черное. И работа, конечно, в данном направлении проводится. И с духовенством, со стороны духовенства, как вы ранее отметили, и со стороны органов, представителей власти, местных исполнительных органов, я так скажу. — Очень часто, вот говоря о социальных изменениях в своих населениях, да, но есть еще и обратная сторона медали. И для людей, у которых достаток просто зашкаливает, да, у них появляются какие-то экзотические религиозные течения, которые, ну, привносят деструкцию только для самого себя. То есть это употребление и злоупотребление там наркотическими, галлюциногенными веществами. Есть ли у нас такие течения, не дай бог, которые вот экзотические какие-то, да, типа, подобно голливудским, западным, да, которые они все там проповедовали? — Нет, я так скажу, наш регион, Восточной Казахстанской области, у нас не имеется. И если были, то, которые занимались самолечением, допустим, смотрели на солнце и лечились там... — Ну, это более-менее еще. — Да, были такие, конечно, да, были. Но некоторые из них организации были запрещены судами, понимаем, ущерб здоровью нации, учитывая. Но именно такие, что наркотические, такие в нашем регионе не имеются. Большинство, эти все организации, они давят именно на традиции, обычаи, знаете, семейные ценности. — Законные. — Да, на законодательство, как мой коллега. — Медуслуга. — Да, медуслуга, вот именно в данном направлении. А вот что именно по вашему вопросу, к великому счастью, это радует, у нас нет таких организаций. — Ну, я, насколько знаю, вот именно из разрешенных, это, как правило, ответвление от официальных религий, да, то есть та же протестантская католическая церковь, это официальные мировые религии, которые, в принципе, существуют наравне, еще даже раньше, чем там, например, та же православная церковь, да, они только, по-моему, в четвертом тысячелетии отделились, а остальные эти существовали и раньше. — В целом, вот говоря о ситуации на сегодняшний день, какая работа ведется по профилактике вами, то есть помимо того, что, как вот мы уже сказали, болезнь легче предупредить, чем лечить, да, чем потом уже ампутировать ненужное. — И вот сейчас работа со школьниками, с каких лет начинается эта работа, да, то есть с садика, со школы или с институтов, вузов, СУЗов и так далее. — Работа с вот людьми, которые находятся в заключении, работа с, может быть, вот опять же через СМИ, да, какие-то мы доносим сведения до населения, куда обратиться, если вдруг что-то такое подобное вы замечаете за своими детьми, там, за внуками и так далее. — То есть о профилактической работе вашего подотдела, так скажем? — — Дени Хrukин, теракт малыдану о поинша, жанега, да, друтыкенде барлық оқы орындарды, ол, жанега, балабақша, адамалар каос, адыналарға, одан белым мектеп, колёж, joғар оқы орындарында, жанега, қаламызын әскеребе облымдардын де, одан белым, жанега, халқы би наладында. В России, после того, как говорят мысль, у нас об этом журналы, у нас с Santilvилландということ. Даже с кинотеатрами, украинскими сообщества, у нас с кинотеатрами возникновение и, во всех из них, они знали, что в кинотеатри рядом с кинотеатрами, и, по- 후, мысль, у нас с нами очень важный опыт. В этом году мы находимся в автобусе на маршрутках, которые находятся в автобусе на маршрутках. Мы находимся в автобусе на маршрутках, которые находятся в автобусе на маршрутках. Мы находимся в автобусе на маршрутках, которые находятся в автобусе на маршрутках. Мы находимся в автобусе на маршрутках, которые находятся в автобусе на маршрутках. Мы находимся в автобусе на маршрутках, которые находятся в автобусе на маршрутках. Но мы находимся в автобусе на маршрутках. Мы находимся в автобусе на маршрутках. Сол жердя театр, я сел и на ютубе. представители отдела внутренней политики, а конкретно сектора о взаимодействии с религиозными объединениями. Вам слово обратиться к нашим телезрителям, еще раз предостеречь, может быть. Да, конечно, хотел бы нашим телезрителям сделать такое, как совет, посоветовать действительно. Лучшая профилактика – это после рабочего дня, после пройденного дня, полчаса беседы с ребенком. Как прошел его день? Психологи советуют, действительно, это полезно, так как большинство завербованные наши представители молодежи были обделены вниманием, как родительскими, так и сверстниками. Поэтому, я думаю, это одна из основных профилактик, когда обращать внимание на наших детей и задаваться вопросом, как твой день сегодня прошел. Посоветовать, конечно, хотелось бы обращать внимание, с кем общается ваш ребенок в социальных сетях. С кем переписываться, это необходимо мониторить. Потому что именно в таких моментах, как мой коллега говорил, что вся информация берется в социальных сетях. Вот это лучше будет совет, следить, смотреть за жизнью наших детей. Потому что, если мы не уделим на них внимания, есть всегда люди. То есть это сделают кто-то за нас, да? Кто-то сделает за нас. А какие завтра последствия, возможно, это будет очень чреватый, как для семьи, так же для общества? Спасибо. 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 Я думаю, что после сегодняшней программы, ну это не последняя наша встреча, потому что вопросов действительно очень много, разъяснить есть что для населения и хотелось бы мнение населения послушать, то мы увидимся, наверное, уже в вечернем эфире. Может быть, мы вот в ближайшее время, там, 2-3 недели дадим отдохнуть нашим телезрителям, переварить то, что мы сегодня сказали. Спасибо еще раз. Вообще спасибо.